Всем доброго времени суток! На связи Николай Птиченко. Специально для гитарного марафона «Научись играть на гитаре» за 12 уроков, онлайн уроки у вас дома, я подготовил этот видео урок. На прошлом уроке мы говорили о настройке гитары с помощью онлайн тюнера, который вы могли найти на бесплатном сервисе tuner.com. На этом занятии мы поговорим о не менее интересном тюнере, который называется IP Guitar Tuner, с помощью которого вы также можете достаточно быстро и легко настроить гитару. Но если в первом случае вы могли настройку сделать онлайн, то есть перейти на бесплатный сервис tuner.com и с помощью онлайн тюнера настроить ваш инструмент, то в данном случае вам необходимо будет скачать программу, я потом дам ссылку в конце этого урока. По этой ссылке вы можете скачать эту программу и еще вам понадобится микрофон. А теперь непосредственно рассмотрим, как происходит настройка с помощью IP Guitar Tuner. Вот так выглядит окошко программы. Как видите, достаточно чувствительный микрофон, он реагирует даже сейчас на мой голос, то есть стрелочка датчика все время прыгает то влево, то вправо. Во время настройки, естественно, я буду молчать и такая ситуация не будет происходить. Итак, давайте рассмотрим программу. Вот на нижней панели здесь обозначены струны, то есть когда вы будете настраивать шестую струну, она обозначается буковкой Е. Шестая толстая струна, не перепутайте. Далее вы приступите к настройке пятой струны, она обозначается буковкой А. Четвертая струна обозначается буковкой D, G, вторая B, E и E. То есть струны шестая, пятая, четвертая, третья, вторая и первая. Настройку вы можете осуществлять либо от тонких к толстым, либо от толстых к тонким. Разницы принципиальной никакой нет. Здесь нужно поставить модуль стандарт. По умолчанию он всегда стоит. И когда вы будете настраивать, смотрите вот струну, вы смотрите всегда вот за этой стрелочкой. То есть идеальная настроенная струна, когда вот эта голубенькая стрелочка, синенькая вернее стрелочка будет стоять на 0, на цифре 0. И показатели здесь будут тоже процент 0, 0. Ну и соответственно здесь будет буковка, которая соответствует струне. Если мы будем настраивать шестую струну, здесь будет буква E стоять, если пятую, A и так далее. Сейчас на практике вы поймете, это достаточно простой тюнер, вы справитесь за несколько секунд с ним. Итак, теперь я начинаю настройку шестой струны. Я ритмично озвучиваю струну. Видите, в левом углу, сейчас я не буду говорить, в левом углу сейчас появится буковка E. И я буду стараться сделать так, чтобы вот эта стрелочка достигла нулевой отметки и процент был максимально близкий к нулю. Достаточно сложно получить 0, 0, я близко приближусь, но чтобы экономить время, вы потом можете более детально это настраивать, чтобы получился 0, 0. Это будет считаться уже идеальной настройкой. Итак, я приступаю к настройке шестой струны. Ну вот, видели, у меня получилось 0, 0. Сейчас я говорю, стрелочка бегает. И в левом углу у меня была буковка E. То есть, если стрелочка у вас находится вот в этом секторе, где минусовые значения, то вы должны эту струну подтягивать. Ну, в данном случае шестую. Если стрелочка убегает в сторону плюсов, вы должны, наоборот, отпускать струну. И делайте это достаточно осторожно, потому что если вы будете резко крутить струны, то эта стрелка у вас будет бегать. Вам трудно достичь вот этой нулевой отметины. Ну, теперь, допустим, мне нужно настроить пятую струну. Мне нужно просто не говорить в это время, потому что видите, как датчик прыгает туда-сюда. Я замолкаю, и сейчас посмотрите, как будет происходить настройка пятой струны. Вот здесь, в этом углу появится буковка A. Ну, и вот этот датчик, который здесь прыгает, он тоже останется вот здесь, напротив пятой струны, которая обозначается символом A. Вот здесь она будет сейчас. Внимание, я начинаю пятую настраивать. Ну, вот мне удалось там настроить было 0-0. В принципе, достаточно вот просто, чтобы стрелочка была на циферке 0. Вот она, видите, 0. Достаточно трудно получить 0-0. В принципе, для настройки, для любителей это вполне-вполне достаточно. Теперь я настраиваю четвертую струну. Буковка, соответственно, будет D. И вот здесь, в этом углу будет D. И мне нужно получить, чтобы стрелочка была здесь, напротив циферки 0. И так, я начинаю. Видите, как далеко у меня убежала. То есть, мне нужно будет отпускать струну. Ну, вот я получил 0-0. Так я настроил четвертую струну. После этого я перехожу к третьей. У меня уже теперь будет буковка G. Тоже у меня струна была перетянута. Я отпускаю, видите, отпускаю потихонечку. Вот я получил 0-0. Теперь я настраиваю вторую струну. Русская V или B, да, буковка. И посмотрите, видите, здесь тоже появляется буковка B. И здесь вот будет вот этот бегунок находиться здесь, вот над второй струной. И так я начинаю вторую струну. Ну, вот она у меня была практически настроена. Вы видели, нолики появились. Вот они, нолики. То есть, вторая мне настроена. И осталось мне настроить первую струну. Она также обозначается символом E, как и шестая. Только бегунок теперь будет не здесь, как у вас был на шестой, а он появится вот в этом секторе над первой струной. Посмотрите, как это выглядит. Вот у меня практически настроена была струна тоже первая. Вот такое простое устройство, с помощью которого, я думаю, что любой начинающий музыкант сможет справиться. Теперь я расскажу, как можно скачать эту программу. То есть, программа называется IP Guitar Tuner. Вот, а эту программу вы можете скачать на сайте нашей студии. Вот перед вами адрес www.vaganty.ru. И там вы можете выйти в раздел «Софт» и в разделе «Софт» скачать эту программу. Также я, пользуясь этим случаем, хочу предложить вам подписаться на нашем сайте на очень выгодную рассылку для вас. И, во-первых, получить в подарок мою книгу «Научись играть на гитаре за 12 уроков» онлайн уроки у вас дома. А также эта подписка позволит вам получить бесплатный доступ сразу к пяти практическим. Это не просто разговоры... Здесь небольшая ошибочка была. Это не просто будут разговоры о гитаре. А это будет практическая работа. И в результате этой работы мы гарантируем, что каждый из вас совершенно бесплатно научится играть свою первую песню. Вы познакомитесь с очень простой и эффективной методикой «Клэвэфингис», по которой любой человек способен научиться играть. А также мы в ближайшее время, это уже информация для мужчин, мы запускаем новый проект, который имеет условное название «Подари любимой песню». И в рамках этого проекта всего за пять занятий мы научим вас играть потрясающую красивую украинскую народную песню «Нищекомесячно». Вы, наверное, помните, что эта песня звучала в кинофильме «В бой идут одни старики» и была практически лейтмотивом этого замечательного фильма. Мужчины, сделайте ваших любимых счастливыми, подарите им песню. Теперь я с вами прощаюсь, всем доброго, желаю вам удачи на музыкальном поприще и до встречи на музыкальных тропах. Удачи! С вами был Николай Птиченко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok